Декабрь – традиционное время подведения итогов и телекомпания «Город» в этом смысле не стала исключением. Но о событиях уходящего года мы хотим вам рассказать в особом ракурсе. О политике, резонансных событиях, культурной жизни мы говорили с людьми, которые так или иначе мониторили эти темы весь год. Первое, конечно, будет политика. И поговорили мы с одним из самых уважаемых политологов, кандидатом исторических наук Юрием Мастяевым. Юрий Николаевич, в этом году Рязанская область сменила лидера, можно так сказать. Можно ли назвать это все какой-то внутриполитической встряской? Вот эти все события, уход любимого, который, в общем-то, не ожидал, что так быстро все произойдет, приход Молкова, его поездки и дальнейшие выборы. Или же встряской это назвать нельзя? Ну, наверное, всегда смена губернатора. Особенно если тот не отработал положенные два срока. Есть некая встряск как для внутренних лидеров, так и для всего населения и тому подобное. Соответственно, насколько она была ожидаема-неожидаема, это другой разговор. Потому что, ну, если посмотреть, то Любимов еще в конце 2020 года говорил о том, что он в январе даст окончательное свое слово относительно того, пойдет ли он на второй срок или не пойдет. И потом, если вы заметили, то пауза затянулась. А это сразу вызывает определенные проблемы. Потому что, скажем так, официальная его идея о том, что он пойдет на второй срок, не пойдет, она отодвигалась, отодвигалась, отодвигалась. И, соответственно, это вызывало вопрос как внутри, так, я думаю, и на уровне администрации президента. Поэтому, когда в мае произошло третье событие, когда там буквально на праздничные дни... Да, он еще выступал с речью, да, и на следующий день уже его... Да. Соответственно, вот это был как бы неожиданный стряск для большинства. Но при этом сказать, что еще, говорю, что это было вообще неожидаемо, я бы не стал. Просто никто не знал, что придет фигура Малкова. Вот это да, я думаю, для самого Малкова это было достаточно неожиданно, судя по его реакции, по его первым словам и тому подобное. Хронологически это было похоже на какой-то кулуарный ребус. Четыре губернатора Республики Марий Эл, Томской, Саратовской и Кировской областей о своих отставках объявили громогласно на всю страну. А вот Николай Любимов вместо этого в 15.17 опубликовал вот такой пост на своей страничке в соцсетях. Принял ответственное решение не выдвигаться на следующий срок. И все. Никаких «я ухожу». То есть не исключено, что отставка была для Любимова достаточно неожиданной. При этом уже было ясно, что на пост главы будет новое назначение. В девятом часу вечера это косвенно подтвердило видео со встречи Владимира Путина и Павла Малкова. И началось оно с приветствия «добрый день», а не «добрый вечер». Точки над «ы» расставил президент. Ваша география привлекает особенно то, что вы были заместителем председателя правительства, в данном случае Саратовской области. То есть вы понимаете, что такое реальная жизнь, реальная экономика. Пожалуйста, хотел бы услышать ваше видение основных проблем региона. Люди – это главный приоритет. То есть в первую очередь, конечно же, предстоит разобраться с проблемами, которые волнуют людей, точечно начать их решать. А параллельно будем разрабатывать стратегию развития региона, некое видение, как он должен быть позиционирован сейчас в современных экономических реалиях. С появлением Павла Малкова вектор развития, он как-то сменился, вот на ваш взгляд? Или же все осталось в том же ключе? Ну, я бы не сказал, что все осталось в том же ключе, но не сказать, что прям кардинально поменялось. Одна из проблем любимая была в том, что ему так и не удалось, условно говоря, найти полную интеграцию, сотрудничество с различными региональными элитами. Малков потихоньку это начинает делать, потихоньку начинает налаживать отношения, ну и, соответственно, начинают наиболее такие одиозные фигуры, которые там касались здравоохранения, например, автомобили строения, автомобили дорожного хозяйства и так далее, он их начинает менять. Я предлагаю вспомнить нам выборы сентябрьские, которые прошли достаточно ровно и спокойно. Сейчас мы посмотрим, как это все было, и дальше я задам вопрос. За избранного губернатора Рязанской области проголосовало 84,55% избирателей. Состоялось заседание избирательной комиссии Рязанской области, на котором было принято решение о регистрации избранного губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова и выдачи ему удостоверения об избрании губернатором Рязанской области. После получения заветной корочки внешне спокойный Павел Малков приступает к формальности, зачитыванию присяги, а затем на него надевает должностной знак губернатора, сложный инкрустированный медальон. И уже потом Павел Малков берет слово. Этот день он называет очень значимым для себя. Я шел на выборы с лозунгом «Порядок, контроль, развитие». Порядок, в первую очередь, это означает наведение и соблюдение порядка в системе управления, во всех отраслях экономики и социальной сферы. Порядка во всем, в малом, в большом, несмотря ни на какие внешние вызовы. От самого маленького населенного пункта до областного центра. Юрий Николаевич, выборы, на которых Малков получил 84,55%. Насколько была ожидаема такая цифра? И вообще, скажем, бурление политическое, оно было достаточно незаметным. Это все было потому, что произошло СВО? Ну, в том числе. В том числе, потому что СВО, конечно, наложило свой отпечаток на всю избирательную кампанию, как в нашем регионе, так и соседних регионах, где проходили. Те же самые выборы, например, у губернаторов таких регионов было 14. Везде, если посмотреть, они прошли достаточно мирно, тихо. Потому что СВО, оно, условно говоря, сплатило вокруг фигуры президента население и политические силы. Все политические ведущие партии поддержали СВО. Поэтому выступать с критикой, скажем так, деятельности правительства особо многие не хотели. Потому что вот это найти грани, где критика и где, скажем так, уже в том числе и некие возможные последствия негативного характера, как критика СВО, естественно, и она очень сложная. И поэтому многие партии, кандидаты решили не рисковать и на этой теме особо не играть. Помимо СВО, серьезную роль сыграли и пожары, которые сначала воспринимались как некая ошибка Молкова, что там вовремя вроде как не сообщили, хотели собрать свои силы и так далее. Но если потом посмотреть, то ситуация, когда начала выходить из-под контроля, он показал, что у него действительно есть серьезные федеральные связи, и он смог эти федеральные ресурсы привлечь и в конце концов взять ситуацию под контроль. И не допустить все-таки такое повторение, как это было в 2010 году. На ваш взгляд, можно ли выделить какие-то три, ну, может быть, больше, может быть, меньше, вот на ваш взгляд, главных событий внутри пола? СВО все равно, как бы мы ни относили это на федеральный уровень, но она сыграла и продолжает играть очень серьезную роль, в том числе и в региональной повестке. Отсюда, опять же, один из плюсов Молкова, что вот в условиях, там, точно там частичной мобилизации, ну, не было допущено прям таких громких провалов. То есть какие-то проблемки возникали, но громких провалов не было. И, соответственно, тоже играла свою роль, в том числе и в рейтинге Молкова, как внутри области, так и на федеральном уровне. Второе, конечно, это вот, скажем так, то, что Любимов не пошел на второй срок, потому что это еще, говорю, не только сама фигура Любимова, но это и команда, и, соответственно, программа, там, помните, там была программа 20-30, но сильно представлена, сколько она будет выполняться и так далее. Ну и, наверное, третий аспект – это вот такая убедительная победа Павла Молкова на выборах, которая показывает, что пока у него кредит доверия достаточно высокий. Смотрите, совсем недавно на Госсовете Владимир Путин обозначил работу с молодежью как одним из приоритетных направлений. Будет создаваться нацпроект новый. У нас уже вчера, вернее, не вчера, у нас уже Павел Молков объявил о создании комитета по делам молодежи. Естественно, и, скорее всего, работа в этом направлении станет одним из пунктов КПИ для губернаторов, так называемого. На ваш взгляд, вот здесь, в Рязанской области, база для работы с молодежью, она большая? Есть где развернуться, скажем так? Конечно, есть. У нас до сих пор осталось несколько достаточно крупных вузов. Вот в стенах одного из них мы с вами находимся. Соответственно, отсюда у нас достаточно большое количество студентов. А эта студенча все-таки наиболее такая грамотная, активная часть молодежи. Соответственно, например, на базе РГУ есть и всякие волонтерские движения и так далее. Правильным в чем возникает? Что, опять же, необходима комплексная работа. К сожалению, у нас в стране часто возревают какие-то красивые, хорошие идеи, которые требуют постоянной, рутинной работы. Но вот на эту постоянную, рутинную работу многих сил не хватает. То есть сначала всплеск, да, все там, давайте, давайте. А потом степенно все затихает, затихает, и многие инициативы забываются. Вот, на мой взгляд, главная проблема, чтобы вот эта инициатива, она не была, во-первых, заформализована, забюрократизирована, что, на мой взгляд, и послужило тому, что комсомолы там и пионерской организации во многом себя последним годам стали изживать. При всех их плюсах появлялись и многие негативные факторы. И, соответственно, второе, чтобы опять эта политика, она была действительно реализована на разных стадиях и постоянно реализовывалась. Они только вот там время-то время вспоминали, когда там начали смотреть, да, там какие-нибудь, ну, условно говоря, там айтишники. И многие из них стали Россию покидать. Почему? Потому что техническое образование им дали, но воспитать их патриотами страны так и не смогли. Поэтому в этом плане происходят и другие меры. Например, много говорится о том, что увеличить количество часов на историю, как и в школьной программе, так и в институтской. Соответственно, опять же, сделать чуть ли там не историю обязательным предметом на ЕГЭ и так далее. Я думаю, что пора об этом задуматься, потому что действительно после развала СССР молодёжи особого внимания не уделяют. Разумеется, специальные военные операции и последующая за ним мобилизация всколыхнули всю страну. В Рязанской области уже есть много личных и общественных историй, так или иначе, связанных с СВО. Рязанские врачи в зоне боевых действий лечат наших бойцов в военных госпиталях. Именно отсюда в зону боевых действий ушёл сводный полк, где замполитом пошёл на фронт недавний лидер регионального отделения ЛДПР Александр Шерин. Волонтёры собирают тонны гуманитарки. Впрочем, точку в этой военной истории пока ставить рано. Мы обязательно обо всём расскажем после нашей победы. Ну а пока о других событиях. В году уходящим произошло множество громких во всех смыслах этого слова событий. Летние лесные пожары в Рязанской области на какое-то время стали темой номер один в российской повестке. Главным образом из-за того, что смог от пожарища достиг окраин Москвы. Из столицы нам перебросили серьёзные подкрепления, и в итоге всё закончилось благополучно. Впрочем, были и другие события, о которых мы вспомним вместе с моим коллегой, журналистом Алексеем Фроловым. Итак, в начале о лесных пожарах мы подробно следили за событиями. Здесь, на берегу Пры, в Диулино, где чаще всего можно увидеть разбитые лагеря туристов-байдарочников, для которых здесь завершается один популярный байдарочный маршрут к Лепике-Диулино, и начинается другой, более сложный, до Брыкина-Бора. Сегодня здесь совсем другой лагерь. Штаб МЧС развернут на берегу, и атмосфера далека от привычной, мирной. Действовать нужно прямо сейчас, чтобы не дать огню распространиться. В штаб прибывает министр МЧС России Александр Куренков. После осмотра территории с вертолета он проводит рабочее совещание. В чем причины пожара, разбираться будут дознаватели, следователи и прокуроры. Уголовное дело уже открыто. Но в том, что это человеческий фактор, по крайней мере местные точно не сомневаются. После 2010-го до Горельника, говорят просто, никому не было дела. И сейчас сухостой вспыхивает, как спичка. Алексей, как, по-вашему, сработали те, кому, собственно, и полагается следить за нераспространением огня, то есть, например, тот же Пошлес, и как вы оцените действия тогда еще в Рио губернатора Павла Молкова? Что касается людей, то надо, конечно, отметить самоотверженность добровольцев, тех людей, которые просто откликнулись даже не на призыв властей, а по зову сердца оказались там. Среди них было очень много моих знакомых, много героев наших публикаций, которые в тех или иных амплуа вообще представляются. От бизнесменов до простых там сторожей, да, и от депутатов до домохозяек. То, что касается компетенции служб, с одной стороны, да. То есть, мы видели, что боевого слаживания на первых порах никакого не было, и из-за этого Пошапки много получили из Москвы. Следующее громкое такое событие в Рязани, я сразу два объединю в одно, потому что касаются они аэропорта в Дягилево, это падение самолета Л-76 в конце июля, который дозаправлялся у нас, и второе событие – это удар БПЛА, который тоже приземлился в Дягилево совсем недавно. Давайте напомним нашим зрителям, как это было. Сообщение о падении самолета поступило на пульт МЧС Паризанской области в 3.18 утра. В районе поймы реки Плетенка у Михайловского шоссе совершил жесткую посадку Ил-76 Минобороны России. От удара военно-транспортный самолет разрушился, произошел взрыв бензобаков. Момент падения запечатлел один из местных жителей. На кадрах появившихся в сети отчетливо видно, как пилот до последнего момента уводил транспортник с горячими двигателями от жилых домов. Взрывы в Энгельсе и Дягилево не были случайными. Это атака украинских беспилотников. Четкая формулировка Минобороны сомнений не оставляет. Террористический удар был преднамеренным. Киевским режимом в целях выведения и строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгельс-Саратовской области. Спустя сутки после террористической атаки враждебный ресурс Максар выложил спутниковые снимки предположительно с места удара на аэродроме Дягилева. Отчетливо видно, что взрыв пришелся на хвостовую часть самолета. Возможно, в тот самый момент, когда его заправлял топливозаправщик. Алексей, как вы считаете, в первом случае с падением самолета, что послужило причиной, какая версия вам ближе? То есть это птица, которая попала в двигатель, это неисправность оборудования или все-таки человеческий фактор? Давайте оговоримся, что мы все-таки не эксперты в дальней авиации, в военной авиации или будь то в гражданской. Поэтому, наверное, затронем ту сторону этого вопроса, которая больше всего близка людям. То, что летчикам удалось вольно или невольно уронить эту тяжелую машину на безлюдное пространство, то честь им и хвала. То, что частично экипаж выжил, это большое счастье. Большое горе то, что несколько человек погибли. Мы анализировали ситуацию, мы знаем, что очень досконально пытались разобраться военные следователи в этой истории, что брались даже образцы топлива, которым он заправлялся, то есть проверяли топливо на авиабазе в Дягилево. Но про человеческий фактор не стоит забывать хотя бы потому, что на борту было два курсанта. Это был все-таки учебно-тренировочный полет. И в таких полетах, хотя есть определенные регламенты, все равно никто от человеческого фактора, наверное, не застрахован. Следующий важный вопрос – это мусорные полигоны, которых у нас хватает. Это Захарова, Турлатова, Зеленина. Они в этом году, под конец года, наконец приостановили свою работу, хотя к ним претензий, естественно, масса. Вот про Турлатова и Зеленина мы писали весь год, сейчас напомним, как это все происходило. Вот такое объявление разместила на своей страничке администрация Рыбновского района. На съезде с трассы М5 Большой Жоково к муниципальному мусорному полигону в Зеленина был установлен охранный пункт для предотвращения проезда мусоровозов и фурсцепок. На месте постоянно будут дежурить сотрудники ЧОП. А ведь еще с весны арендатор свалки, как ему казалось, держал крепкую оборону. Видимо, рассчитывая на каких-то своих покровителей, спокойно пропуская при этом фуры с мусором из других регионов. Гражданские активисты взывали к совести регулярно. Все изменилось со сменой власти в Рыбновском районе. Арендатору Олегу Генералову сначала мягко дали понять, что вольную трактовку законов надо бы прекращать. Не услышал. К делу подключился губернатор. И вот уже совсем недавно в прямом эфире с жителями области Павел Малков был категоричен. Знаю, что необходимые юридические действия уже сейчас производятся с арендатором, с текущим пользователем свалки. Знаю, что он реагирует пока не очень на это адекватно, скажем так. Поэтому, если администрация где-то на месте не справится, ну, значит, мы подставим плечо и тоже поможем. Если до 1 декабря она не закроется, ну, значит, там какие-то идут еще формальные процедуры, либо действительно собственник или арендатор препятствует этим процедурам. Ну, чуть-чуть больше времени это займет. Но в любом случае, в ближайшей перспективе вопрос будет решен. Как по-вашему, почему проблема с ТБО процветает? Это политика, неаккуратность бизнеса или что? Да, я думаю, политики здесь никакой нет. То, что в Захарово усилиями жителей пресекли свалку, это была очень подробно описана эта тема, эта история на наших страницах. Бразиленина, наверное, просто писали больше, потому что в Рыбновском районе публика более активная и народ там больше. В истории с полигоном Втурлатова, где просто вся таблица Менделеева складировалась на протяжении там уже более чем десятка лет, по-моему. В этой проблеме наверняка есть фамилия, имя, отчество, и это не тот бизнесмен, который всех на слуху, и именем которого уже свалку именуют Деевской. С ним-то все понятно, с ним все ясно. Непонятно с другим вопросом. Какие конкретно чиновники давали разрешение? Те, кто ответственные службы за безопасность населения, наверное, им стоит дать ответ на этот вопрос, найти просто этих людей и хотя бы нам рассказать, кто же эти благодетели, благодаря которым страдают и старый млад от этой опасной бомбы замедленного действия, которая там существует. Хотелось бы в следующем поговорить о теме ЖКХ. Это и вечно трубы, которые прорываются, протекающие крыши. Про фотокомпримонта вообще молчу, потому что это вообще отдельная тема. Но в целом по проблемам ситуации ЖКХ у нас очень часто обращаются наши телезрители, и мы пытались помочь им решать их проблемы. Сейчас тоже напомним, как это происходило. Через эту трубу в подвал дома попадают все стоки. Кто моет посуду, кто принимает ванну, а кто и вовсе решил посетить туалетную комнату. Но место встречи, как известно, изменить нельзя, поэтому все это приходит сюда, в подвал жилого дома, 69, корпус 1 по улице Стройково. А началось все еще 4 дня назад. После порыва жильцы сразу же позвонили в управляющую компанию, Рязанский городской оператор. Специалисты трубу пробили, течь устранили. В общем, справились оперативно. Правда, на следующий день ситуация повторилась. В выходные эстафету перехватила аварийная служба. Не справилась. Сказали, что работать не могут, нужно откачивать воду. А этим уже управляющая компания должна заниматься. Заявку передали, но работать не начали. От этого административного пинг-понга страдали только жители дома. Подвал все выходные планомерно затапливало. Так, ну, а все же, что не так с системой ЖКХ, по-вашему? В чем там может быть скрыта проблема? Главная проблема, она в износе. Она в износе коммуникаций. И в том, что в этом направлении мало что делается. Мы понимаем, что это какие-то субвенции, которые надо привлекать извне. То есть, даже на региональные деньги это не восстановишь. Трубы, которые клали там 50 лет. Но есть такое понятие точечная застройка, которая никуда не исчезла по факту. Она до сих пор называется у нас сейчас что-то развитием территорий. То есть, когда, грубо говоря, было там заросшее какое-нибудь футбольное поле. Туда бац, там ледовую коробку. Крытую, коммерческую. Да, это хорошо, конечно. Это, по крайней мере, спорт. Но людям-то каково. Ну, а еще хуже, если строят какую-нибудь там свечку и прочее. Нагрузка на коммуникации возрастает в разы. Нас ждет скоро строительство в районе торгового дома Барсона-Есенина. Большие, красивые, наверняка многоэтажные дома. Ну, там их и так уже в округе навалом. Коммуникации все те же. Неудивительно, что в пятиэтажках, которые окружают Грибоедова, да, можно нечистоты там хоть откачивать, хоть ведром отчерпывать. Порой эта история повторяется. Пусть город развивается все-таки вширь, как планировалось когда-то его реконструкторами послевоенными, когда город действительно превратился из городка, такого, да, небольшого, в индустриальный центр. А не только ввысь, пусть он растет, да, наверное, вширь в первую очередь, тем более, что места-то хватает. Мы не могли обойти страну и самую резонансную тему уходящего года – это обрушение части дома на улице Пушкина. Давайте кратко восстановим цепь событий. Это одни из первых кадров после частичного обрушения дома по улице Пушкина. Сообщение ОЧС поступило на пульт дежурного в 17 часов 33 минуты. Жители рассказали, что вначале был хлопок, а затем две квартиры на первом и втором этажах просто сложились, как карточный домик. Спасатели прибыли оперативно. Из полуразрушенного дома эвакуировали семь человек. Двоих нашли под завалами. Это мужчины 20 и 29 лет. У одного ожоги, он был в тяжелом состоянии. Второй отделывался сотрясением мозга и легкими травмами. Обоих госпитализировали в БСМП, сообщают СМИ. Сейчас ситуация с проживанием в доме довольно странная, не так ли? 70% износа теплосетей, 80% водоканала. Это действительно очень большая городская проблема. Но существует еще и износ самих домов. Вот таких, подобных этому дому, более 80 в городе. По нашим данным, мы эту тему узнавали. То есть, домов к расселению. Существует, на самом деле, федеральная программа. 320 миллиардов рублей, это даже по меркам России немаленькие деньги, выделены на расселение людей из ветхого фонда на всю страну. Ставрополь, Краснодар, Тверь уже получили. Ну, посмотрим, как будут справляться. Год уходящий запомнился еще и возвращением к обычной оффлайн-жизни. Сняты все ковид-ограничения. Залы театров снова полны. Выставочные проекты доступны для посетителей. Так вспомним же самые яркие моменты 2022-го. Итак, мы в гостях у Ксении Поначевой, экскурсовода, известного и в нашем городе, и далеко за пределами. И подведем сейчас итоги года в туристической и культурной сфере. Предлагаю вспомнить одно из ярких мероприятий этого года, как прошел у нас День города. В частности, допустим, меня и вообще нашу съемочную группу удивил утренник или субботник в парке у Кремля. Вы, в частности, там лекцию читали. Давайте вспомним о том, как вы готовились и насколько это было интересно горожанам. Я сразу скажу, я не на всех мероприятиях Дня города была, но это мероприятие мне понравилось. Во-первых, знаете, это моя тема. Я очень люблю эпоху губернской Рязани. Я очень люблю вот это время, эту моду, эту музыку рубежа 19-20 веков. Мы же всегда в детстве, да иногда и во взрослом возрасте, иногда мечтаем о том, чтобы появилась машина времени, чтобы хоть одним глазком посмотреть, как это было тогда. Вот устроителям этого мероприятия удалось, мне кажется, нас так на некоторое время перенести в прошлое. Кстати, туристов мы опрашивали во время вот этого мероприятия в Кремлевском сквере, и им понравилось. Предлагаю вспомнить, как это было. Эмоции, которых не скрыть. Бесконечные щелчки камер в фотозонах. Атмосферно, эстетично, аутентично. Просто класс, слава богу. Спасибо, да. Продолжайте. Вкусом, все со вкусом. Сразу попали в историю. Здесь сегодня масса очень интересно выглядящих женщин. Холостых мужчин я приглашаю на смотрины. Даже с Беларуси вот я приехал, с Минска, да, очень впечатлен. Да, спасибо. Что лучше, Рязань или Минск? Ну я слишком мало еще в Рязани, ты не спеши. Не бойся, это не покажут в Минске, говори Рязани. Да, Рязани. Ну и параллельно с Днем города проходил форум древних городов. У нас в Рязани уже традиционно каждое лето в августе мы встречаем здесь гостей. Мне лично, да, это сугубо мое мнение, мне лично этот фестиваль кажется лучшим в нашем городе. Уж пусть меня простят те, кто организовывает другие фестивали. Я к фестивалям, в принципе, отношусь так, тоже с долей настороженности, скептицизма. Потому что крайне сложно сделать действительно качественно, чтобы фестиваль не был похож на такой, знаете, День села. Вот форум древних городов – это тот фестиваль, которым Рязань может гордиться, реально. То есть я тут не хочу никому польстить. Реально очень классно организовано, очень интересные темы поднимаются, нам этого не хватало. Очень интересные люди приезжают, которых мы просто в обычной жизни не сможем с ними встретиться, не сможем их послушать. Тем более в таком количестве они приезжают, да, сразу такое погружение происходит. И я очень надеюсь, что фестиваль будет продолжаться дальше, дальше, дальше. Очень здорово, что фестиваль этот двигает немножечко, да, вот какие-то положительные сдвиги, благодаря в том числе этому фестивалю. Если помните, в торговом городке он проходил. И я помню прекрасно, насколько сложно было решиться организаторам проводить фестиваль там, потому что первый фестиваль проводился на Лыбецком бульваре. Ну, вроде бы все чинно, благородно, все хорошо, тут не придерешься, как говорится, да. А торговый городок в то время – это, ну, разруха абсолютная, да. Провести там фестиваль было рискованным шагом. И здорово, что на этот шаг решились. Форум древних городов такой стал всеобъемлющей некой силой, которая занимает не только историков, искусствоведов, культурологов и прочее, но и разные, скажем так, культурные точки нашего города. Допустим, в художественном музее в этом году был очень интересный проект, посвященный народному костюму. Вот тоже предлагаю вспомнить, как это было. Платья и блузы, юбки и пальто, воротнички и бусы – от этой красоты у любой женщины растает сердце. И мода уже не важна, ведь каждая из этих нарядов о женственности, красоте и любви. Использование натуральных материалов и методов традиционного ремесла, хотя и отсылает нас на несколько веков назад в историю, но в современном мире вполне претендует на роль повседневного гардероба. Тема фестиваля – этномозаика, взгляд современных дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства на богатейшие традиции народного костюма и тканей. Идея проведения этого фестиваля на нашей древней Лизанской земле возникла не случайно. Ее подсказал народный христианский костюм. В его многообразии форм и богатства художественного убранства. Тема оказалась благодатной. Принять участие в фестивале решили свыше ста участников из различных российских городов. И следующее, на что я хотела бы обратить внимание, это Рязань театральная. Театры – это еще одна причина, по которой, допустим, близлежащие города частенько приезжают к нам в гости. Да и сами рязанцы любят спектакли. В этом году театры вернулись к своей привычной, полноценной жизнедеятельности. И вот хотелось бы вспомнить, допустим, фестиваль «Зеркало сцены», на котором местный региональный фестиваль, каким может похвастаться не каждый город. Вот давайте посмотрим, как это было. Театр – не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло, как говорил Маяковский. Но в этом зеркале отражается и город, и его культура, и его возвышенные мечтания. Но все отражается, как сказать, в этом театральном зеркале. Сегодняшняя жизнь, сегодняшние проблемы, радости, горести. Организованный Рязанским отделением Союза театральных деятелей, впервые в 2016 году фестиваль сегодня – значимое событие для культурной жизни города. Теперь он проходит при поддержке Минкульта, а в составе жюри – авторитетные критики и исследователи театра страны. Вроде бы как это уже стало хорошей, доброй традицией, к которой все привыкли, но каждая церемония, она все равно для нас как новый шаг, новый шаг вперед. И после вот таких сложных событий, которые происходили во всем мире, когда это все отражалось, конечно же, на театральном искусстве, период пандемии, полупустые залы, либо вообще на 30% заполненные. Вот, и теперь мы все просто счастливы тому, что эти ограничения сняты, и наши залы в Рязанских театрах снова полны, мы видим аншлаги. Действительно, Рязань может похвастаться театрами, без ложной скромности скажу. И мой любимый театр, театр юного зрителя, как ни странно, но я очень люблю их взрослые спектакли. Очень жду, когда наконец-то закончится реставрация этого исторического здания. Ну, тут, знаете, все собралось в одном, да, и театр замечательный, и худрук великолепный, и здание историческое, то, что нужно, как говорится. Всегда во все экскурсии входит у меня в мой маршрут, благо находится рядом с Кремлем. Так что очень жду, когда уже в свои родные стены вернется театр. Очень люблю театр кукол. Это то, чем мы реально можем гордиться. Это уровень, это уровень прям вот далеко не провинциальной спектакли. Тоже взрослые, потрясающие, конечно. Я всегда туристом, ну, часто заходит разговор, да, вот куда вечером сходить, и что у вас в театр, какая у вас вообще театральная жизнь. Всегда рекомендую сходить в театр кукол на взрослый спектакль, потому что я уверена, что не может не зацепить. Равнодушных не останется. Да, да, да. Ну, и еще одна точка притяжения событийная к нашему городу, это, конечно же, небо России. Вот такой фестиваль волшебный, воздушный. Это, конечно, безумно зрелищно. Вообще здорово, когда ты просто такой идешь по городу, над тобой летают шары. Это, конечно, такое странное ощущение, как будто ты куда-то в зеркалье попал. Это, конечно, здорово. И всегда тоже мы с туристами, например, возвращаясь из Касимова или из Солочи, вот едем, и начинается, ой, смотрите, смотрите, шарик летит, шарик летит, да, вот они вот летят, никого не трогают спокойно по своим делам. Ну, создают нашу ресурсскую особую отрасль. Да, это, конечно, цепляет. Ну, и не без грусти, скажем, что в этом году нас оставил, покинул, улетел в небо основатель фестиваля Лев Борисович Маврин. Одновременно все, кто все требовалось, не стали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В завершении года еще одно яркое событие, оно, конечно, в спортивной жизни нашего города, но беспрецедентное. Это проведение Кубка Содружества по биатлону в комплексе «Алмаз». Приехали звезды биатлона из России и Беларуси, приехала масса народа из соседних городов. Значимость сложно переоценить. Действительно, это важное событие. И очень здорово, что приезжают люди на него. Ну, как бы тут, наверное, логично, что столько людей приехало. Третий этап Кубка Содружества в Рязани – без сомнения, событие года в спортивной жизни города. Впервые соревнования международного уровня, да еще и по-любимейшему в стране биатлону – это и ответственность, и серьезная перспектива. Даже при невнятной политической обстановке. Для них это основной старт в период нашего эпохи санкций, где мы ограничены от международных стартов. Здесь как раз соревнуются сильнейшие наши белорусские спортсмены. Очень высокая конкуренция. Непредсказуемо, кто победит. Я думаю, это здорово. В целом, все отлично, все получилось, то, что планировали. И очень импонирует то, что большое количество болельщиков пришло на трибуны. Это здорово, очень важно для спортсменов, чего у нас не было на предыдущих этапах. Что касается спортивной части, тоже трассы, стадион, все соответствует самым высоким требованиям. Поэтому мне все понравилось. Если честно, мы забыли, наверное, уже в связи с ковидом, что такое поддержка, что такое зрители. Это вся праздничная атмосфера. Немного иногда пугает, когда в конце гонки уже люди со всех сторон начинают подходить, просить сфотографироваться, кто-то хочет обнять. У нас, конечно, внутренняя даже боязнь какая-то есть, потому что мы отвыкли именно от этой всей атмосферы, именно что боимся заболеть. Но все же это, безусловно, надо возвращать. Это для нас, для спортсменов, очень как-то нас изнутри заряжает. Рязанский этап Кубка Содружества не только обозначил наш город новой точкой притяжения биатлонной карты страны, но и должен стать мотивацией для развития биатлона во всем регионе. По крайней мере, Алмаз уж точно готов засиять новыми звездами. В целом, этот год оказался таким переломным, сложным. Переход к какому-то новому, надеемся, светлому будущему, в том числе и в культуре, и в туризме. Спасибо, Ксения, за интересную беседу. Увидимся в следующем году. Спасибо, Марина. Приходите в гости. Обязательно. Итоги подведены. Настало время праздника. Всем коллективам телекомпании «Город» мы поздравляем вас, дорогие телезрители, и желаем в новом году исключительно хороших новостей. Мы же продолжим объективно и оперативно рассказывать вам о том, что происходит в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова